Сегодняшняя традиционная оперативка управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева началась с поздравления коллег с днем рождения трубно-металлургической компании, куда входит и Северский трубный завод. 17 апреля компания отмечит 14-летие. За это время ТМК стала известна во всем мире как глобальный поставщик стальных труб. Мы за прошлый год произвели 4 миллиона 200 тысяч тонн труб и по-прежнему уже четвертый год подряд компания была самой крупной в мире по объемам производства. Сегодня мы присутствуем практически в 85 странах мира. Значит, либо есть там производство, либо есть наше торговое представительство. Везде, где есть нефть и газ на этом земном шаре, везде есть наше присутствие. Компания сегодня ставит перед собой амбициозные задачи. Их цель быть первыми не только в объемах производства, но и в отношении качества, экономических показателей. И здесь главные помощники, конечно же, работники, которые сегодня работают на промышленных предприятиях, входящих в состав трубно-металлургической компании. Они заслуживают самой высокой награды от руководства ТМК. Заслуженный работник ТМК следующим работником. Костиковой Галиния Петровна, начальник у Бюро Организации труда и заработной платы и государственной плавильного цеха. От звания заслуженный работник ТМК получает и Василий Савелков, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства трубопрокатного цеха номер один Северского трубного завода. А знак отличия ТМК второй степени из рук управляющего директора Михаила Зуева получает заместитель начальника трубопрокатного цеха номер один по механооборудованию Александр Ломакин. Компания надеется, что эти же люди в дальнейшем помогут ей достигать новых производственных высот. Сегодня в планах ТМК выпуск новой продукции для освоения шельфовых месторождений. Компания ставит себе задачу развивать не только производство труб, но и делать сервис для нефтегазовых компаний. Присутствует везде, где необходима помощь наших сервисных предприятий. Вы знаете, что в компании основное развитие сегодня получают не только заводы, производящие трубную продукцию, а развивается в основном сервисное направление. Мы ставим себе задачу такую, что мы должны изготовить изделие, которое будет самым лучшим, самым качественным для данного месторождения. Мы должны прийти на это месторождение, оборудовать скважину, оборудовать ее всеми необходимыми коммуникациями и передать нашему заказчику. Среди 40 тысяч работников, которые сегодня трудятся в компании, и Азад Ахмадишин, заместитель начальника энергетического цеха. Впервые Азад Габдулович пришел на Северский трубный в 1991 году, сразу после окончания института. Здесь нашел любимую и интересную работу. А сегодня за долгий труд на благо компании Азад Ахмадишин награждается почетной грамотой. Северский трубный завод работает по задному вектору, наверное. Это есть главное – производство, забота о людях. За тот период, в который я работаю, прошла огромная модернизация производства, как стали литейные производства, так и водопроводно-панализационные хозяйства. Во времена нашей работы там уже прошли реконструкции. Надеемся и на дальнейшее развитие. Ну, основной это, наверное, вектор – это производство, забота о людях. Мы постоянно социально направленные. Я очень благодарен, что работаю на заводе. И всегда чувствую за спиной, что завод за нас. Представительство ТМК сегодня можно найти как в российском дивизионе, так и в Румынии, Казахстане, Оммании и США. Везде работают люди, преданные своей профессии. Вот, к примеру, Ирина Шмелева. Работает в НИЦе Северского трубного завода уже 30 лет, считая СТЗ гарантом стабильности. Это вся жизнь. Здесь начинала работать. Здесь я была на практике во время учебы. Родились дети, получила квартиру. Социальная ответственность компании, как работодателя, – это основа для формирования благоприятных условий труда и жизни работников. Компания создает современные рабочие места, обеспечивает конкурентный уровень оплаты труда. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости Полевского.